Бакатбек Мумытканов порог Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации перешагнул сегодня не один. Чтобы рассказать о нарушениях, происходящих якобы в ведомстве, он захватил с собой журналистов. Этот кабинет был моим. Я повторяю вам еще раз. Что я хочу сказать? Я восстановлюсь на должность через суд. Но с Чодуевым я никогда работать не буду. Пока бывший сотрудник министерства отвечал на вопросы журналистов, его телефон ни на минуту не умолкал. По его словам, звонят ему уже второй день. Иногда угрожает. Последние, мол, не заинтересованы в том, чтобы общественность прознала, что творится в профильном ведомстве. Мумытканов последние три месяца возглавлял департамент пастбищ животноводства и рыбного хозяйства при министерстве. 4 октября его уволили на основании собственноручно написанного заявления. Но, по его словам, это заявление потребовал написать сам Эркенбек Чудуев. Три месяца назад, в тот период, когда сам только приступал к своим обязанностям. А вот подписано оно, мол, было недавно. Ко мне два-три раза подходили и говорили, отдай им деньги или иди попроси прощения. Мол, в этом и отличие госслужбы. Особенно в министерстве сельского хозяйства. Не прямо так и говорили, или отметься, а не то тебя уволят. Еще два месяца назад мне это говорили. Я забыл, кто именно так мне сказал, так как переживающих за меня людей было много. 4 октября, как выяснилось, Бакатбек Маматканов и министр Эркенбек Чудуев вместе целый день были на одном семинаре. Между тем, если верить словам Маматканова, то заявление об уходе также написали два заместителя министра и статс-секретарь. Отметим, что все они на своих рабочих местах. Тем временем причины для увольнения Бакатбека Маматканова стали показатели департамента, сообщил советник министра. По его словам, за три месяца то, что было запланировано, выполнено не было, а сам руководитель пропадал в командировках. Все, что он сказал, это ложь. Он сам написал заявление 4 октября. Как сотрудник, он не мог справиться элементарно со своей работой, за что получал выговоры. За неисполнение, например. Из того, что ему было дано, ни одно задание он не выполнил. Я не всё помню, за что ему объявляли выговор. Между тем, имя министра Эркенбека Чудуева в подобных скандалах фигурирует не первый раз. Ранее сообщалось, что заведующий отделом экспорта Министерства сельского хозяйства Аннар Кульбекулиевой для рабочей поездки в Китай искусственно завысили ранг и отправили в Китай в звании замминистра. После была создана комиссия, но результаты до сих пор ещё не оглашены. В ведомстве, отвечающем за развитие сельского хозяйства, трудится почти 5000 сотрудников. В прошлом году в правительстве пошли на сокращение и уволили 500 человек. Но, по мнению экспертов, это число всё ещё нужно сокращать. Фермеры и крестьяне в силах решать свои проблемы самостоятельно. Как показывает практика, что весной в деле сбора урожая, что осенью по его реализации.